Ну что ж, друзья, здравствуйте! Снова с вами Владимир. И сегодня мы продолжим наше путешествие по Литве. Хочу вам показать, как выглядит морской музей, который находится в Клайпиде. И видео, собственно говоря, о том, как его обновили. У него пришла реконструкция морского музея. И сегодня я покажу видео, потому что нет таких видео с обновленной экспозицией. То есть была реконструкция, которая длилась, по-моему, целый год. И мы можем видеть результаты этой реконструкции вот сейчас на экранах. Собственно говоря, о ней поговорим и походим немножко по музею. И понаслаждаемся теми опциями, которые теперь он предоставляет нашим и маленьким, и большим посетителям. Поехали! Итак, друзья, начинаем. Начинаем, конечно же, от схода. Вход в музей. Это фактически вход в крепость. Эта крепость была построена еще со времен Петра Первого. Раньше Литва была. Это Российская империя, напомню. И поэтому мы входим в настоящую крепость. И с архитектурной точки зрения на нее сбудут, конечно же, интересные. Вот, собственно говоря, сам вход. Как мы можем видеть, он обновленный. На старых видео можно смотреть его не обновленным. Остался традиционный бассейн, который здесь был всегда. И в нем, конечно же, эти гигантские осетры. То есть я гигантских осетров видел только вот здесь и на фотографиях в интернете, наверное. На них можно любоваться как сверху, так и сбоку. То есть это очень приятно. Вот. В целом, все животные экспозиции остались те же. Но поменялся интерьер и, собственно говоря, подход для осмотра. Пингвинчики стали более доступны. То есть сейчас они за таким большим стеклом. И вы можете прям смотреть на них вживую. Стекло отличного качества, как можно видеть. И это прикольно. Вот я сетра, про которую говорил. Смотрите, какие красавцы. Выглядит покруче, чем акулы. Обычно для всех же шок это акула. Во всех такого рода заведениях ты заходишь, ты видишь акулу. Акула. А здесь ты такой же эффект от осетра испытываешь. Поднимаемся мы на второй этаж. И вот такие интересные экспозиции. Что мне нравится, здесь приглушен свет. И ничто не мешает тебе сконцентрироваться на экспозициях. То есть в полумраке ты идешь, и подсвечены именно те вещи и животные, на которые надо обращать внимание. Это сделано очень грамотно. Вот, довольно тихо. Люди в такой атмосфере не хотят кричать и шуметь. Даже если вот такие вот чудовища их ужасают. Гигантская коллекция кораллов. Это, наверное, гордость этого музея. Потому что она большая, она обширная. Она лежит здесь уже много лет. Сохран идеальный. И о мире кораллов, конечно же, здесь можно узнать много. Двигаемся дальше. Интересно, слева такая экспозиция, засыпанная песочком. Смотрите. То есть песочек в разрезе, такой белоснежный. Это живые медузы. Они стоят в кубах, которые находятся рядом с экспозициями. Они грамотно, как я говорил, подсвечены. И можно их видеть вживую. Видите, как светится интересно. Двигаемся дальше. Это песочек. И экспозиция уже раковин. Конечно же, гулять здесь без экскурсовода довольно скучно. Но я что-то не замечал, чтобы там были экскурсоводы. Минусы, пожалуй, этого музея в том, что, опять же, упрек сделал литовцам. Сделали большую реконструкцию, большое дело. Но не сделали радиогид на всех языках. Не сделали интерактивные доски. Их очень мало. И поэтому экспозиция, она просто ты ходишь, смотришь. Это действительно круто, красиво, уникально. Но нету информированности о том, что ты видишь. Такие аквариумы с кораллами. И вот такая комната страхов с рыбой на чудовищем наверху. Локация хорошая в этом музее. Там, что находится арена-дельфинария, в блоком-то страхов, где дети боятся. Вы заходите в затонувший корабль. И там вы видите в пробоинах корабля акулы-убийцы, мурены. И прочие страшные вещи. Про локацию скажу. Сходили в дельфинарий. Посмотрели представление котиков, дельфинов. Зашли в этот музей. В общем, целостность. И все идет. У нас ушло 4 члена посещения этих музеев с детьми. И это занимает целый день. Это интересно. Но если бы отдельно стоящий был этот музей морской, то без экскурсовода не так весело. Я думаю, стоит привлечь даже студентов для рассказов об этом музее. Все будет поживее, поинтереснее. Ну, в целом, реконструкция продвиненная, я считаю, грамотная. Вот это взяли, по-моему, у Стопгольмского морского музея. Имею в виду такого рода оформление. Но не очень правильное. То есть ты в разрезе можешь близко подойти и лобстера увидеть, и сверху, и снизу, и сбоку, со всех сторон. И опять же, освещение сделано правильно. Очень интересная фишка, когда вы находитесь внутрь аквариума и смотрите на мир глазами рыбы. То есть когда вы встаете глазами, то вы можете его попробовать. То есть не смотришь на рыбу в аквариум, а залазишь как рыбка сам в аквариум. Это классно, да? Вставай, а к рыбкам. Вставай, и ты уже как-то поздороваешься с ними и можешь с ними полазить. Очень прикольненько, да? Видишь, это как ёршик, а вон змейка плавает. Видишь, такая? Это очень прикольная зря у меня, между прочим. Да? Да. Ник, это морские звёздочки есть. Все эти переходики и формы стекла, они разные. То есть геометрия стекла искажена, и поэтому смотреть на это довольно интересно, скажем так. Ощущения, как я и говорил, примерно такие же самые, как в Стопгольме. Если кто был в Стопгольме, подобно музеям, то это примерно то же самое. Так что у них есть конкурент, если они взяли такую форму реновации. Раньше они были уникальны своего рода, сейчас они стали более современны. Но вот если дельфинарии есть только у литовцев, то такого рода музеи есть уже не только у литовцев. Ну, конечно же, на это чудо посмотреть, это просто класс. С такого близкого расстояния, в таких больших формах, объёмах. То есть понимаете, что это аквариум из роста человека, да? Вот видите, человек средний, метр восемьдесят аквариум, порядка два, два, двадцать, два с половиной. И детям, конечно же, интересно красоты Красного моря. То есть получается так, что на верхних этажах у нас больше экспозиции для того, чтобы ты изучил море. А ниже ты уже можешь видеть его обитателей. Лавочки тоже сделаны уместно. Но есть люди с ограничениями, которые не могут долго стоять. Или опять же люди в возрасте. Шумноизоляционные потолки, система вентиляции, кондиционерного воздуха. Всё внутри комфортно. Ну и заходим, наверное, в ихнюю фишку, которую только что в этом году они придумали. Содрали её, я бы сказал, у голландцев. Это копия просто голландского, аналогичного музея. Ну молодцы, учатся. У всех берут лучшее и делают на этом фоне своё. Здесь, на что мы можем смотреть, здесь цвет стекла немного сэкономили, ребята. И они не взяли стекло, кристалл. Если бы они взяли бы кристалл, то вода бы была идеально белая. Но они взяли не кристалл, а зелёное стекло. Ну опять же, зелёное стекло в сочетании с травой, ну тоже даёт какой-то такой необычный эффект. Так что, может быть, это была и не экономия вовсе, а какая-то такая дизайнерская задумка. Затонувший корабль внутри. И вокруг него вот эти гигантские осетры плавают. Смотрите. Вот концепт их верен в том, что человек может восторгаться от осетра так же, как от акулы. Ну, наша психология работает так, что, попадая в воду, мы видим гигантскую акулу. И вот киношники сделали из нас таких, ну, боязненных людей акулы. А тут нет. Тут тот же самый эффект от сетра. Пингвинчики. Ну и разные такие интересные экспозиции. Как видите, ребёнок в восторге. И вот эти котики. Здесь уже цвет воды голубой. И здесь возможность сидеть на таком подоконнике. А котики иногда подплывают для того, чтобы позаигрывать с детьми, поиграть. И у детей от этого восторг. И вот Ника сидит и ждёт, когда к ней приплывёт котик. Потому что иногда маленький приплывает, играет. И у детей просто тогда такой какой-то шок. Эффект вау. А всё остальное время просто ребёнок смотрит, балдеет. И действительно изучает между глазами ребёнка. Закончили мы посещение основной экспозиции. И вот это выход на свет. Конечно же, небольшой музей сувениров. Поскольку работать они начали недавно. Некачественная проработка сувениров. Ну, сувенир купить можно. А сейчас мы заходим вот в эти Петровские форты. И здесь мы уже можем видеть, скажем так, какие-то экспонаты. Из экспонатов здесь есть практически всё. Единственный вопрос к литовцам. Почему вы стесняетесь того, что Пётр Первый построил эти сооружения? И в таком количестве комнат мы могли бы хотя бы создателю выделить одну комнату. Мне кажется, это было бы справедливо. И даже если там политика сейчас немножко другая. Ну, всё-таки справедливость должна быть во всём. Экспозиция кораблей. Мне она понравилась. Что ж, на этом наше посещение морского музея в Клайпиде закончено. Я думаю, что информация была вам полезна. Ну и подведём итоги. На семью из двух взрослых и троих детей посещение вам такое обойдётся в 30 евро. Ну, я думаю, что это того стоит. Ну, а мы двигаемся дальше. Сейчас заскочим в курортное городишко Нинда. И покажем, чем можно заняться там. Ну, это уже будет в следующем клипе. До следующего путешествия. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok